Истец Артём Нестеров давно живёт отдельно от матери. После её смерти хотел бы получить всё её наследство. Ответчик Семён Петров жил несколько лет с матерью истца. Считает, что имеет право на часть её имущества. Пять месяцев назад у меня умерла мама. Я её единственный сын и наследник. После неё остался дом с хозяйством, непосредственно и кролики, и сад. И квартира в городе, в которой я сам непосредственно проживаю. Так что моя матушка после смерти отца больше замуж так и не выходила. Происходил такой момент, что рядом с ней постоянно были какие-то мужчины. Например, вот эти прихвостини, он с ней жил до последнего. Что происходит дальше? Я возвращаюсь из города. Вот смотрю о том, что у меня внезапно за одну ночь пропадает 300 литров вина и пропадает 50 кролей. 50 чего, простите? Кролей, кроликов. Кроликов. Да, матушка разводила. Я, конечно, понервничал, прихожу к такому прихвостю, к сожителю. Вот у него спрашиваю, а где, говорю, вино, где кролики? А вино стоит 70-100 рублей в райцентре. Соответственно, 300 литров вина – 30 тысяч пропадает. И далее подхожу к нему, говорю, а где вино, где кролики? Он первое время отнекивался. Потом смотрю, у него банки с тушенкой, с кроличьей. Вот он там продавал по соседям 120 рублей за банку. А кролики, они тоже стоят. Одна шкурка – 700 рублей. Соответственно, ну, если 50 кроликов, да, это 200 банок тушенки. Вот это стоит 24 тысячи. Соответственно, непосредственно тушки, шкурки, вот они стоят 35 тысяч. А откуда вы взяли эти цены? Скажите мне, пожалуйста. Все эти цены, они у нас есть в райцентре по закупочной цене. Можно и шкурки продать. Нет, ну, а у вас это чем подтверждается, кроме вот того, что вы мне называете эти цены? Ну, вот я же должна понимать, что вот именно в вашем райцентре, вот именно кролик стоит столько, а не на 10 рублей больше или меньше. Ну, смотрите, моя матушка, когда была жила, она продавала по 100 рублей. Нет, 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 мне необходимы документы. Ну, документы. Ну, я не знаю, некую выписку, там, я не знаю, объявления в интернете, например, о ценах закупочных, ну… Закупочные цены кролика, они у нас вот есть непосредственно вот у тех людей, кто покупает все это. Для этого есть документы, которые были вот уже непосредственно… Ну, где эти документы? …с прежних. Ну, вот у меня вот есть вот ряд документов, это о том, что им по закупочной цене, вот то, что мы продавали в прошлом году, поэтому это не с толка берутся. Соседи могут подтвердить, сколько стоит банка тушенки. Вот из кроликов именно. 120 рублей. Ну, хорошо, в чем вы видите убытки-то, скажите, пожалуйста. Ну, в том, что, во-первых, после смерти моей матушки, он практически, он и ее обокрал, и меня обокрал, что буквально за одну ночь нужно было вытащить 300 литров вина, и кроликов он забрал. Поэтому, конечно, то есть, как бы мне обидно и жалко, да, то есть, мне бы хотелось вернуть те деньги, которые были выложены… Пожалуйста, а вино вы имеете в виду из винограда или из яблок? Вино непосредственно было и вишневка, там у нас было и двухлетнее, то есть, это не просто там вот свежее вино, из яблок, то есть, у нас тоже вино. То есть, вы считаете, что в данной ситуации вино и кролики, это в том числе должны были входить в наследство. И вы, как единственный наследник, должны были наследовать не только там дом, там земельный участок, но и в том числе плоды и продукцию, которую приносил этот дом и земельный участок. Я правильно вас понимаю? То, что стояло у меня непосредственно в амбаре, в сарай, да, то есть, как бы, это все-таки моя собственность, я бы совершенно не хотел никому отдавать. И в этой ситуации пропажу вина вы утверждаете, что ответчик забрал эту вину? Он первое время не признался, потом он сказал, да, я забрал вину и кроликов. Он сказал о том, что это все мое. Ну, хорошо, давайте ваши документы, я сейчас посмотрю все закупочные цены ваши, на которые вы ссылаетесь. То есть, в данном ситуации, 89 тысяч рублей, это исходя из стоимости кролика, переработанного в тушенку, с учетом шкурок, да, которые можно было бы продать, и плюс еще стоимость вина, если я правильно понимаю. Пожалуйста, ответчик, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу вас, у меня тоже так же есть иск против ИСУ, потому как, раз он говорит, что я издевенец, пускай меня издевенцем и считает. Потому как, вы знаете, что, если бы не я, и в доле, чтобы и меня учли, а так как я оттуда забрал все это, я не отрицаю, я взял, да, потому что я работал все эти годы и жил у Маши, с Машей там в доме. Все в доме я делал точно так же. Если он показывался один раз за три года, Ваша честь, это никто не виноват. Он никакое отношение к хозяйству не имеет. Он ни одного гвоздя не вбил. И когда я делал все в доме, его не было рядом. Так, и вот я и хочу, чтобы мне вернули тоже долю в наследстве, чтобы засчитали эквиваленте, вот именно вина кроличьим. Потому как я забрал, это что было, кроликов, во-первых, да, я забрал. Я сделал мясо, все это сделал. И вино я выдавил сам, и сахар покупал. И все делал сам, собирал. Не надо говорить, я слушал тебя внимательно. Теперь слушай меня. Вы просите суд установить факт нахождения на иждивении умершей. Правильно я вас понимаю? Да. Теперь скажи... Я на шее Маша сидел. Вы на шее сидели. Вы на шее сидели. Так как он так выражается? Нет, нет, меня сейчас спросите. Это вам суд задает вопрос. Поэтому вы, пожалуйста, отвечайте на вопрос суда. Вы утверждаете, что вы были иждивенцем. Это означает, что у вас не было ровным счетом никакого дохода. И единственным источником вашего существования это были доходы умершей матери и сца, ее пенсии и так далее. Вот в чем выражалось ваше иждивение? Ваша честь, сейчас объясню. Дело в том, что у Маши действительно пенсия была большая. Она на севере работала и получила пенсию 15-20 тысяч. А у меня малюсенькая пенсия 4,700. Меня так государство отблагодарило за то, что я в бане работал поселковой. Вот и получал. Так получается, что я иждивенец по отношению к деньгам, к Машиным, Маре Сергеевне. Да, ну понятно. То есть ответчик, вы не понимаете, что сейчас происходит, наследник? Нет? Нет? Вы просто меня обворовали, я просто к вам... Истет, да дело в том, что сейчас ответчик требует признания за ним права собственности в порядке наследования, так же, как и вы, поскольку ответчик просит признать факт нахождения на иждивение вашей мамы. Но они же там даже, понимаете, не расписаны были. Не имеет значения. Иждивенцы не обязательно лица, состоящие в браке. Ну вот, посмотрите, натурально заверенный документ, это о том, что мамочка все на меня записала. Он здесь не причем. Истец, записала, вы имеете в виду, составила завещание. Да, завещание. Значит, ответчик тогда будет требовать обязательную долю. Ваша честь, Боже... Подождите! Будет обязательную долю. Вы 89 тысячи, ответчик говорит, «Я был на иждивении умершей, и только она меня и содержала. Я сам себя содержать не мог. И если бы ваша покойная мама его не содержала, ответчик бы не мог жить, у него не было бы нормального уровня жизни». И в этой ситуации, если при наличии завещания, будет обязательная доля. Знаете, что такое обязательная доля? Так, а смотрите, а что он теперь может любые вещи из дома выносить? Ну, вы знаете, помимо вещей из дома, давайте вернемся к дому. То есть обязательная доля – это половина от того, что человек мог бы получить при наследовании по закону. То есть если, например, не было бы завещания, и суд бы признал, что ответчик является иждивенцем, то в этом случае одна вторая ваша, одна вторая ответчика. Но поскольку есть завещание, то обязательная доля будет пополам от одной второй, то есть одна четвертая, дома и всех вещей. Так он сейчас может в любой момент прийти домой и что-нибудь забрать? Нет, в любой момент я не очень уверена, что в любой момент мы с вами должны ввести слово «если». Если суд признает, что он был иждивенцем, он совместно с вашей мамой проживал? Проживали они три года вместе. Они вели… Семь лет. Они вели общее хозяйство? Матушка его содержала, потому что там на самом деле, то есть как все то, что было в саду, они постоянно ездили, продавали, но непосредственно матушка сама продавала и вино, и фрукты. Так за садом кто ухаживал? Кто за садом ухаживал? Я ухаживал, ваша честь. Вы ухаживали. Значит, вы вели общее хозяйство? Общее хозяйство, ваша честь. И вместе распоряжались семейным бюджетом? А как же? У нас никакого спору не было. Не было. То есть ваши деньги вы рассматривали как общие деньги? А как же? Как вы будете ими распоряжаться? Ну вот вы садились с Машей и говорили, вот мы сейчас продали вино, мы деньги получили, и мы на это сделаем то-то, то-то. Это, ваше честь, еще тот факт внесу, что Маша распоряжалась деньгами, потому как это все Машина было. А я ей чем мог, помогал. То веранду построил, то забор поставил, все на место. А он хоть гвоздь прибил, ничего не делал за все это время. Истец, вам понятно? Мама ко мне приезжала каждую неделю. Подождите, истец, подумайте, ну подумайте. И неправда это ты приезжал. Подумайте. Позиция ответчика. Прошу признать меня еждивенцем. В силу следующего. У меня маленькая пенсия. Я из благодарности, чем мог, помогал вашей маме. На самом деле я не согласен с тем, чтобы его признали еждивенцем. Потому что, во-первых, у них было совместное, непосредственно, и он тоже вкладывался. То есть пусть даже и 4 тысячи, но все равно это все шло в общий котел. Вот еще раз. Задумайтесь, что вы приобретаете, что вы теряете. Задумайтесь. То есть ответчик, если вы утверждаете, что велось совместное хозяйство, совместное, фактически супружеские отношения, совместное хозяйство, доля ответчика есть в этом совместном хозяйстве? Нет, конечно, нет там его доли никакой. Ну, понятно, так все. Так, вы просили свидетеля с вашей стороны, да? Я, да, ваше честь, я хотел бы, чтобы свидетель пришел и немногое объяснил. Пригласите, пожалуйста, то есть вы не смогли мне объяснить. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Я послушаю, пожалуйста. Меня зовут Комаров Санислав Борисович. Я друг Семена, я односельчанин. Ваша честь, я хочу засвидетельствовать, что Семен порядочный, благородный человек. Сразу же после смерти Маши он поначалу съехал из дома, поселился у меня, так как в его бывшем родительском доме проживает его сестра с семьей. Ну и, сами понимаете, чтобы не мешать, он не стал туда сам втискиваться. Потом ему стало жалко хозяйство, которое он бросил с Маши нажитое. То есть хозяйство было ответчика и умершей, я правильно поняла? Вы расцениваете это как совместное хозяйство? Да, да, да. Сын очень долго не ехал, ждали, ждали. Нет, нет, подождите, подождите. То есть вы расцениваете это хозяйство как совместное? Ну да, он же все-таки там много трудился. То есть вы считаете, что ответчик с умершей вели общее хозяйство? Ну да. То есть вы сказали о том, что ответчику стало жалко, да, и он вернулся и забрал то, что он считал ему причитается в связи с чем? Ну, дело в том, что я не знаю, сколько там это, вам судите, сколько ему причитается. Нет, 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 не нисколько. Вы говорите, что ответчику стало жалко. Сдало жалко то, что он сад, очень много потрудился на этом саду, и королей. Вот. Ну, сын все не ехал, не ехал. Поэтому мы стали Семеном вместе сама присматривать за садом и за королями. Скажите, пожалуйста, вот в этой ситуации, как вы думаете, ответчик был на иждивение умерший? Ну, как он сама считать на иждивение? Просто она больше пенсии получала, а ведь всю работу это дело в хозяйстве. Он мужчина. Нет, ну, делать работу, можно делать работу, но при этом ваш человек содержит, а вы как бы работаете. Но он здесь на дом не претендует. Он претендует. На дом он жил, потому что он там труда много положил. Но он полностью не претендует, но полностью на весь дом. Вы свидетельствуете, как бы вы готовы подтвердить, что ответчик вместе с умершей работали в этом саду, занимались домашним хозяйством, совместно извлекали доходы, принимали совместные решения о том, как эти доходы и куда они будут направлены, эти доходы. Да, полностью ввели совместные хозяйства. Ответчик, это разные вещи. Вы должны понимать, иждивение исключает совместное хозяйство. Совместное хозяйство исключает иждивение. Так, суд удаляет себя принятия решений. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования истца, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, опросив свидетелей со стороны ответчика, рассмотрев представленные документы, во встречном иске об установлении факта нахождения на иждивение и о признании права собственности на обязательную долю в наследстве, суд считает необходимым отказать. В первоначальном иске о возмещении убытков суд также считает необходимым отказать. Суд не устанавливает факт нахождения ответчика на иждивение, поскольку он с умершей вел общее хозяйство. С его стороны, вкладом в ведение общего хозяйства было его личное трудовое участие. Основным источником средств существования у ответчика и умершей были доходы от этого хозяйства, а именно сад, огород и домашние животные. Поэтому суд не может признать ответчика иждивенцем и отказывает в требовании о признании за ним, как за иждивенцем, права на обязательную долю в наследстве, которую он мог бы выделить в соответствии с правилами части 1 статьи 1149 и части 2 статьи 1148 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суд отказывает в требовании о возмещении убытков, поскольку ответчик вел с вашей мамой совместное хозяйство, и, следовательно, его трудовое участие в этом ведении домашнего хозяйства должно быть учтено. Поскольку ответчик вел с вашей мамой совместное хозяйство, у него образовывался определенный доход от ведения этого домашнего хозяйства. Поэтому суд расценивает имущество, которое было взято ответчиком из этого хозяйства, а именно урожай яблок, вишни и кроликов, как его долю в этом хозяйстве. И поэтому основания для удовлетворения ваших денежных требований у суда нет. Истец и ответчик суд огласил свое решение благодарить свидетельку. Дело закрыто. Решение суда. В основном и в встречном исках отказать. Что-то я не понимаю этих законов. Я чуть-чуть была часть дома и не лишился. Главное, что вино и кролики достались. А на дом-то я и не претендовал. Красное Д bitcoin давал. Претендовал. Продолжение следует...